Добрый день, меня зовут Самойленко Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Мы продолжаем рассказывать о декоративных кустарниках и сегодня речь пойдет о Дейце. Жители Ленинградской, Московской и некоторых регионов, которые находятся намного севернее, могут примотать ролик и смотреть его где-то с середины. Шучу, конечно. Итак, Дейце. Удивительная и прекрасная. Большинство видов родом из Восточной Азии. В Японии и Китае Дейце культивировалась еще додолго до того, как попала в Европу и Америку. К европейцам она пришла лишь в середине 19 века, а популярной стала только в 20 столетии. Дейце поистине великолепна. Много ли вы можете назвать кустарников, которые обильно цветут как на солнце, так и в тени? Ну, может быть, некоторые древовидные и метельчатые гортензии разве что. Хотя нет. В тени они не цветут. Гортензии все-таки по освещению предпочитают солнце или полутень. В тени пышного куста и обильного цветения вы не дождетесь. А вот Дейце цветет. Причем так же обильно, как и на освещенном месте. Более того, Дейце очень быстрорастущий кустарник. В зависимости от вида, достигающий 2-3 метра в высоту, образующий большое количество побегов. Между прочим, кое-где ее даже считают агрессором и рекомендуют сдерживать безумный рост кустарника. Посмотрите на цветение Дейце. Ну, разве это не потрясающе? Весной мелкие цветы, собранные в соцветия, покрывают ваш кустарник. И целых 2 недели он усыпан белым, а может розовым или даже белорозовыми цветами. Все зависит от вида и сорта Дейце. Здорово, правда? Если вы еще сомневаетесь и до сих пор не кинулись искать место, где бы посадить это чудо, то скажу, что почвенным условиям Дейце совсем неприхотлива. Ее устроит любая почва от щелочной до слабокислой. Единственное условие – грунт должен быть воздухопроницаемым и необходим хороший дренаж. Чудо не кустарник. Вот интересно, сколько зрителей, живущих в Ленинградской и Московской области, сейчас плюются и называют меня шарлатанкой. А ведь я не сказала ни одного слова неправды. Все вышесказанное – правда от первого до последнего слова. С одной только поправкой. Если у вас длительный период вегетации и мягкая зима, в наших условиях Дейция ведет себя совсем по-другому. Во-первых, если вы посадите Дейцию в тень, то кустарник вы, скорее всего, потеряете в первую же зиму. Мало того, что там сыро и холодно, так еще и вегетации меньше на неделю, но это как минимум. На солнце Дейцию ждет участь не намного лучше. Как любой весенний цветущий кустарник, она цветет на побегах прошлого года. А это значит, что если Дейция подмерзла, то цветение вы не увидите. Даже если вам повезло зимой, то на цветение, как на красочной упаковке, на которую, вероятно, вы повелись, рассчитывать не приходится. Большая часть цветочных почек погибнет при возвратных заморозках. И вместо кустарника, сплошь усыпанного цветами, вы будете любоваться на несколько маленьких слабеньких цветочков. Но даже с этим можно было бы смириться, если бы Дейция имела пышную красивую форму куста летом и красивую фактуру ветвей зимой. Но нет! Глядя летом на три пира Дейции, с мелким недоразвитым листом становится грустно. А зимой и вовсе хочется плакать, ибо Дейция создает впечатление погибшего кустарника. Когда я смотрю на нее в зимний период, я всегда вспоминаю французов зимой 1812 года. Так и хочется снять с себя куртку и надеть на растение. Вам кажется, что кустарник погиб? Вы подходите к нему, аккуратно отламываете ветку, и ваше убеждение, что все пропало, только усиливается, так как в Дейции внутри абсолютно полое. Эта история повторяется из года в год, пока кустарник не погибнет в очередную зиму, или пока вы сами не уберете его с глаз долой. Конечно, Дейцию можно спасти. Ее можно укрывать, пригибая и пришпиливая ветки к земле. Можно строить на ней замысловатые конструкции, пытаясь защитить от нашей весны, лета, осени или зимы. А можно просто не мучить ни себя, ни растение, просто не покупать ее, а выбрать какой-нибудь зимующий беспроблемный кустарник. Дейция красивый и беспроблемный, но только в более мягком климате. На этом все. Мне будет интересно узнать, как у вас сложились отношения с этим кустарником. Расскажите об этом в комментариях под видео. Я буду очень рада. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!